Вариативность использования источников идентификации для федерации и в корпоративных проектах. Сначала я, может быть, немного повторюсь. Напомню о том, о чем я рассказывал в прошлом году, потому что некоторые, я точно знаю, что еще этого не знают. Одним из компонентов федерации, который предлагается к использованию, это программное обеспечение Шибалет. Первое, что мы делали у нас в нашей библиотеке, это создавали свой провайдер идентификации, поставщик идентификационных данных. Для чего это нужно? Нужно обеспечить доступ пользователей к внешним подписным ресурсам, не только изнутри библиотеки, когда авторизация осуществляется по IP-адресам, но и по логину-паролю, предоставляемому организации, в данном случае политехническим университетам или его подразделениям, фундаментальной библиотекой, читателю, чтобы он мог по своему читательскому, например, логину-паролю пользоваться теми же самыми ресурсами из дома, из любой другой точки. Что мы для этого сделали? Стандартным интерфейсом для взаимодействия этого программного обеспечения Шибалет с источниками идентификационных данных является протокол LDAP. С другой стороны, у нас используется АБИС Руслан, мы пошли этим путем, то есть предоставлением доступа к внешним ресурсам для читателей библиотеки. Не обязательно сотрудников и студентов ВУЗа, а именно читателей, те, которые записаны в библиотеку, и их учетные данные уже имеются у нас в автоматизированной библиотечной информационной системе. С Русланом мы взаимодействуем также по стандартному протоколу, но уже другому, Z3950. Очевидно, что необходимо было создание некоторого шлюза, который воедино связывает эти две системы. Это достаточно просто было сделать. И вот в конце 2013 года уже был запущен в эксплуатацию этот поставщик идентификационных данных. В следующем году мы внедрили это же самое решение в научно-технической библиотеке УГОТУ. На мой взгляд, решение достаточно успешное. Оно работает, может быть, сейчас таких сверхвысоких нагрузок и нет, но во всяком случае сейчас все это достаточно надежно работает. В связи с развитием проекта Федорус и появлением консорциумов межбиблиотечных, которые заинтересованы в использовании этой технологии, то есть это не только Арбикон и Федорус, например, консорциум аэрокосмических вузов России. У них не обязательно, у этих участников консорциумов ФРУСЛАН, есть другие библиотечные системы, ИРБИС, Марк и СКОЭЛЬ. И мы стали думать о том, как соединить ШИБАЛЕТ и эти автоматизированные библиотечные информационные системы. Основная проблема, которую мы выявили при взаимодействии с этими системами, в записях на читателей нет поля пароль. Оказывается, что в ИРБИСе, что в Марк и СКОЭЛЬ используется, на наш взгляд, порочная практика элементов фамилии и имени отчества в качестве пароля. То есть идентификатор есть, как логин, пароль, вводи фамилию. Смысл пароля в том, что он должен быть секретным, а не публичная информация, такая как фамилия, имени отчество. Поэтому мы не можем рекомендовать такой способ построения идентификационных провайдеров, где эта информация не секретна. Это касается только установок АБИС из коробки. Когда мы взяли дистрибутив, ПО установили, развернули и используем. На самом деле, конечно, в любых системах все это настраивается, но дело в том, что, получается, нужно предпринимать дополнительные усилия по изменению схемы записи на читателей в указанных библиотечных системах. И вот из тех библиотек, которыми мы имели дело, которые обладают этими системами, оказалось, что они особо-то и не стремятся к тому, чтобы сделать все правильно и по науке. То есть как была схема из коробки, изначальная, без пароля, так они ее используют. На примере КНИТУ КАИ имени Туполева в Казани, тоже у них была система ИРБИС и есть сейчас. Мы попробовали сделать такой провайдер идентификации и пришли к выводу, что это получится ненадежно, небезопасно. К счастью, в КНИТУ КАИ оказалось, что они ведут базу данных учетных записей сотрудников и студентов при помощи Active Directory. А поскольку эта технология подразумевает в том числе использование протокола LDAP, то оказалось легко и просто состыковать шибалет с Active Directory. И в настоящий момент сейчас в аэрокосмическом консорциуме, это можно увидеть, существует вот два уже участника, которые обладают вот такими вот поставщиками идентификации. Один на базе Руслан УГАТУ и КНИТУ КАИ на базе Active Directory. Ну вот на этом у меня и все. Мое краткое сообщение. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте.